В опубликованном недавно докладе Лондонского центра внешней политики сообщается, что за последние три года в Таджикистан были экстрадированы 33 активиста, один человек был убит. Один из авторов доклада, Эдвард Лемон, пишет, что активисты были экстрадированы в основном из России и Турции. В Таджикистане сформирована мощная сеть контроля за оппонентами режима, несмотря на то, что страна является самой отсталой в Центральной Азии, считает эксперт. Министерство внутренних дел Таджикистана 22 ноября в ответ на доклад Лондонского центра внешней политики заявило, что почти все граждане, экстрадированные в страну, являлись членами и сторонниками террористических групп. Умар Джани Эмамали, пресс-секретарь ведомства в беседе с Радио Озади, сказал, что эти лица, совершив преступления в Таджикистане, скрылись за границей и после экстрадиции получили по заслугам за свое преступное деяние. Пастукия. Напомним, что глава МВД Таджикистана Рамазон Рахим Зода на конференции проекта «Калкан Интерпола» в Душанбе 19 сентября заявил, что по запросу ведомства с начала года в страну были экстрадированы более 150 граждан Таджикистана, которые обвинялись в терроризме и экстремизме. Отметим, что основная масса выехавших из страны – это исламские активисты, преследуемые режимом Рахмона по религиозным мотивам. Они оставили свои дома, родных и близких, только ради сохранения своей религии. Однако преступный режим Рахмона не оставляет их в покое даже за пределами Таджикистана. Пользуясь мировым трендом борьбы с так называемым терроризмом, спецслужбы режима преследуют, находят и возвращают эмигрантов в Таджикистан, где их ждет длительное заключение в тюрьмах режима, а иногда и убийство.